Около 200 беженцев из Украины готов принять Забайкальский край. В Чите уже создан пункт временного размещения. Об этом сегодня нашей телекомпании рассказал заместитель председателя краевого правительства Геннадий Чупин. Мы все являемся свидетелями того, что происходит на юго-востоке Украины. Мы также, как и другие субъекты, готовимся к тому, что к нам будет приезд беженцев. Что для этого делаем? Во-первых, буквально на этой неделе мы сейчас создаем пункт временного размещения. На каком-либо имуществе регионального значения порядка 200 человек. То есть, чтобы были созданы условия для питания, для размещения, для подвоза к месту службы. На базе этого пункта временного размещения будет действовать Конституционный центр по трудоустройству людей. На сегодняшний день мы владеем всеми вакансиями с учетом разбивки по районам, где у нас существует необходимость в специалистах. Также владеем вопросом, где можно разместить людей для проживания. И для работы. Также мы еще готовимся к неординарному развитию событий. И, в принципе, завтра, послезавтра у нас будут проходить учения. Мы будем разворачивать пункт временного размещения уже на базе МЧС. Чтобы в случае чего быть готовыми к принятию ему потоку беженцев. Будем формировать три бригады системных администраторов, которые будут руководить таким пунктом временного размещения. На сегодняшний день я хочу сказать, что на базе Министерства образования, социальной защиты, Департамента по управлению имуществом такая работа ведется. Общей координацией занимается Чабан Сергей Николаевич в этом направлении. Поэтому, в принципе, мы готовы. На сегодня в Чите проживают четыре семьи из Украины. Для них созданы все необходимые условия. В то время как Забайкаль еще только готовится к массовому приему беженцев, в соседнее Приангаре переехали уже около двух тысяч жителей Украины. Причем 68 из них готовы получить российское гражданство. Процедура оформления документов займет полгода. Также государство компенсирует затраты на переезд. Взамен новые граждане России обязаны жить и работать в Иркутской области не менее двух лет.